Добрый день, уважаемые друзья! Когда-то французский философ и мыслитель XVIII века Себастьен Рош Николя де Шамфур сказал «Наряд – это предисловие к женщине, а может быть и вся книга». Сегодня, в преддверии Дня работников лёгкой промышленности, который мы отмечаем 14 июня в Донецкой Народной Республике, вам предстоит интереснейшая встреча с дизайнером, с преподавателем высшей категории моделирования и конструирования одежды Ольгой Владимировной Палатинской. Ольга Владимировна расскажет о своём взгляде на стиль, на моду, на роль стиля и моды в жизни каждого человека. Ведь вы хорошо помните, что лёгкую промышленность очень часто называют индустрией моды. В общем, предоставляю слово Ольге Владимировне. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочется поговорить о роли одежды в жизни человека. Одежда — это часть материальной культуры общества. Одежда существует многие тысячелетия. Историческое развитие форм и видов одежды неразрывно связано с развитием эпохи, каждой конкретной моды в определённую эпоху. Хочется вспомнить назначение одежды. Одежды принято называть покровы, которые защищают человека от неблагоприятных условий окружающей среды. Каждые народы в каждый определённый период своего развития создавали свои формы, свои виды одежды в зависимости от климатических условий, географического положения, традиций, образа жизни, понимания культуры, цвета и прочих-прочих условий. Хочется сегодня сказать и обратить внимание современного человека на назначение одежды. Одежда — это код человека. Одежда нам символизирует о возрасте, об виде деятельности, об его мировоззрении, вероисповедании, вкусовых предпочтениях. Однако же в современной жизни очень изменилось отношение к одежде. 21 век его скорости, его темп очень повлиял на быстротечный ритм жизни современной женщины и мужчины, и юноши, и девушки, и всех нас. Сегодня, в 21 веке, нет ограничений в ношении одежды. Хотя нам известно, что в разные исторические эпохи и периоды одежда и костюм соответствовали определенной идеологии общества. Мода была зеркалом определенной эпохи. Культура ношения одежды проявляется в ее правильном назначении и соответствии ее месту, времени, назначении, стилю. Наш образ жизни, темп, скорость изменил отношение современного человека к одежде. Это проявляется в смешении стилей, именуемое эклектикой, смешении различных материалов, смешении различных форм и видов одежды одновременно в стилевом решении. Часто одежда дезинформирует общество и человека. Это проявляется в деконструкции формы одежды. Нынешняя мода допускает ношение рваных форм одежды, рваных джинсов одежды, как бы говоря о том, что у человека нет средств приобрести новые брюки. Но это отнюдь не означает, что соответствует действительности. В моде используются приемы ношения одежды наизнанку, а также различные виды платьев, юбок, откровенно обнажающие человеческое тело. Осталось мало в современном костюме от исторически сложившихся стилей готики, рококо, барокко, ампира. Появились новые стилевые решения, такие как неогранж, спортивный, милитари, этнический и многие другие. Появление новых стилевых решений в одежде связано с изменениями образа жизни человека, а также его антропологии. Фигура женщин стала более мужеподобной, подростков стала остыничной и высокорослой, мужчины стали иметь излишнюю полноту. К сожалению, современная одежда не всегда скрывает недостатки фигуры, а зачастую подчеркивает их и утрирует фигуру. В современную моду успешно вошел стиль диско, это из 80-х, который предполагает наличие материалов с блестящим покрытием, наличием фурнитуры, мода на мини, мода на очень активный яркий декор. Не хватает в современной моде женственности, эстетики, излишняя демонстрация формы и ноготы тела, отсутствие целомудрия в костюме порождают неправильный вкус, нормы поведения в обществе, у молодежи, стирают гендерные различия. Такой образ историки моды определяют как смешной, противоестественный, невежественный и непривлекательный. Как дизайнер и модельер одежды хочется посоветовать современной женщине или мужчине, как быть модным и стильным в сегодняшнее сложное время. Я предлагаю, во-первых, пересмотреть свой гардероб и определить базовые вещи для будущего гардероба. Это темные и светлые вещи. К этим базовым вещам следует добавить аксессуары ярких расцветок, декор, может быть, как композиционный центр использован, а также привести весь гардероб к многокомплектности и многофункциональности, чтобы одежда могла взаимозаменять и дополнять друг друга. Создавая свой образ, нужно помнить о назначении одежды, прежде всего, о ее гигиенических и эстетических свойствах. Одежда призвана нас защищать не только от негативных условий, непогоды, но и от различных заболеваний, которые сейчас очень распространены в обществе. Каждый человек очень индивидуален. Об этом нужно помнить, и каждый человек вправе выбрать свой стиль, изучать его, развивать, дополнять. Не следует гнаться за дорогостоящей модой, которая изменчива и очень капризна. Как сказала великая Коко Шанель, мода приходит и уходит, а стиль остается. Надо помнить, что мода с латинского означает «мера», «мерило», способ, предписание. Поэтому всякое чрезмерное увлечение модой вызывает негативные эмоции и дает отрицательную характеристику человеку. Субтитры создавал DimaTorzok